По этому образцу можно выявить его причастность к причине возникновения пожара. То есть определить, причастен ли непосредственно вот этот образец к причине пожара. Специалисты Рязанского судебно-экспертного учреждения пожарной службы способны выявить причину пожара по любой мелочи. Этот прибор называется рентгенофазовый дифрактометр. Он исследует металлические проводники, а после выдает ответ, является ли короткое замыкание причиной пожара. Или оно произошло после. Одно исследование занимает не более получаса. На этих рентгенограммах видно наличие двух пиков. Это пик оксида меди и пик меди. Путем соотношения площадей этих пиков можно вычислить коэффициент, который позволяет нам определить первичность либо вторичность короткого замыкания. А точнее выявить, в каких условиях происходило замыкание до пожара. По рентгенограммам специалист делает вывод, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Подобные исследования специалисты Рязанского судебно-экспертного учреждения пожарной службы проводят больше 50 лет. И качество их работы оценивали не раз. В 2017 году наши сотрудники, как и наша лаборатория в целом, в очередной раз заняли первое место в Центральном федеральном округе на профессиональном конкурсе. Наши сотрудники вообще неоднократно занимают призовые места как на уровне федерального округа, так и на всероссийском профессиональном конкурсе. За 2017 год эксперты пожарной лаборатории совершили 134 выезда на места пожаров. Было вынесено практически 200 заключений по установлению причин возникновения огня. Сотрудники лаборатории показали на конкретном примере, как проходит работа. На обычный деревянный брусок капнули немного бензина и подожгли. И после начали искать следы легковоспламеняющейся жидкости с помощью газоанализатора. Вот мы видим, что он показывает сейчас ноль в нормальном положении. А теперь, когда мы поднесем прибор... Вот видите, очень большие значения, что свидетельствует о очень сильной концентрации горючего вещества в этой зоне. Ну и, как правило, из этой зоны в дальнейшем происходит изъятие объектов для исследования непосредственно в лаборатории. С места пожара в буквальном смысле вырезает участок, на котором присутствуют следы топлива. В лаборатории происходит процесс пробоподготовки. Образец замачивается в специальном веществе. Оно вытягивает горючую жидкость. Весь процесс может занимать сутки. А после в дело вступает другой прибор – хрономатограф. И весь анализ происходит путем закалывания с помощью специального шприца жидкости внутрь хроматографа. По результатам мы получаем такого вида хроматограмму с обозначением веществ, которые входят в состав той жидкости, которую мы закалываем. Это хроматограмма светлых нефтепродуктов, скорее всего, бензин. У нас имеется наличие пиков алканов, которые дают нам основания так предполагать. И это только два примера. За много лет своего существования эксперты провели не один анализ и вынесли тысячи заключений. К тому же лаборатория постоянно совершенствуется, а специалисты проходят курсы повышения квалификации. 26 января Рязанской пожарной лаборатории исполняется 53 года. Нам бы хотелось пожелать экспертам холодного ума и успехов в работе. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город.